Всем привет, девочки и мальчики! Это будет вполне возможно то, что вы очень ждали от меня. Вы попали на канал Кольги Швец. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец. Итак, у меня сейчас самый честный, не купленный обзор на вот эту линейку. L'Oreal Revitalift. Первое, что я покупала несколько лет назад, это вот такой продукт. Вот такой у него наконечник. Железный. Очень хорошо работает. Прекрасный гель. Цинус этого продукта заключается в том, что после того, как вы нанесли вот этот гель для век, ухаживающий крем, вы можете делать макияж. Это чистейшая правда. У меня он работает так. То есть, я наношу, какое-то время жду, чтобы впитался, и дальше делаю мейк. И все в порядке. Более-менее нормальный продукт вот эта сыворотка. Она в таком стеклянном флаконе, что говорит о том, что она, ну, будет как бы в прохладе находиться. Производитель об этом побеспокоился. Но самое вообще, самое жуткое, самое вообще ужасное нарекание, которое только можно придумать, это крем вот в этой квадратной баночке. Вот он. О нем, собственно, и пойдет речь, потому что два предыдущих крема, они отличные. Итак, я его использовала до конца. Потрясающий совершенно аромат. Стеклянная баночка. Лореаль, то есть, все как положено. Все прекрасно. Но я не буду даже слова говорить об упаковке, потому что с упаковкой все понятно. Упаковка очень классная. Но что касается крема, вы можете пройти в мой инстаграм, там лежит отзыв. И иногда, когда у меня в сам отзыв не входит текст, или потом приходят какие-то мысли, я размещаю еще несколько комментариев развернутых, где я более подробно описываю свои ощущения. У меня была дилемма, сделать ли мне видео о пустых баночках, и это было бы началом. Но я решила все-таки, что на просторах Ютуб будут умные девушки, которые будут искать обзор на вот этот именно крем. Крем не работает так, как он вообще заявлен. Он не идет под макияж. То есть, вот такая тема, сыворотка плюс крем, они должны омолаживать кожу, потому что продуктов в два раза больше. Естественно, вы наносите жидкую сыворотку, потом вы наносите крем, и якобы жидкая сыворотка становится проводником крема в вашу кожу. Ничего подобного. В Олей это прекрасно работало. В Ореале, к сожалению, увы. Это не работает. Крем превращается в пленку. То есть, он, если вы его пользуете днем, и потом пытаетесь нанести макияж, это не работает. То есть, как бы вот эта вот пленка, она будет туда-сюда возюкаться, на ней будет собираться косметика и так далее. Если на ночь он тоже не впитывается, он также остается лежать просто поверх. Может быть, это какая-то специальная философия, которую знают только работники Ореаль, либо их представители. Но для меня это немыслимо. То есть, я пыталась вспомнить на своей памяти какие-нибудь крема, которые работали бы так же плохо. И вы знаете, за последние 5-10 лет мне патологически везло. В данном случае это люксовый бренд. Стоимость почти 1000 рублей. Каждой позиции вот в этой линейке. Естественно, когда вы платите сумму близкую, там, я не знаю, к 50 долларам, вы что, в Америке бы там, я не знаю, засудили бы к чертовой бабушке вообще за такое. Потому что там даже на распродажах шикарные туфли можно там за 20-30 купить. От супер, там, известных брендов. То есть, зря мы думаем, что там так все дорого. Но то, что касается защиты прав потребителя, о том, что он будет собираться, не сказано нигде ни одного слова. О том, что он идет только без косметики. И к лицу нельзя прикасаться руками, там, ногтями. Потому что у меня кто-то из подписчиков или просто мимо проходящих людей написал, что да-да-да, есть такая проблема в этом бренде. То есть, просто, говорит, два часа походила, потом, говорит, провела ногтями, у меня весь крем остался под ногтями. Ну вот, это правдивый отзыв, это правдивая информация для вас. Это информация для размышления. Основная красной нитью тема на моем канале идет о том, что масс-маркет, он зачастую круче люкса. Если для москвички, например, эта парочка будет масс-маркет, то для провинциалов это люкс. 50 долларов, это почти, это, знаете, даже за границей как бы немалая цена. То есть, ты на что-то рассчитываешь. На что, если он работает так? Покажите мне человека, у которого он полностью впитывается. И после этого можно наносить макияж. Крем не проходит. То есть, если в кожу он достаточно крупный, работает на поверхности, то есть, если в Алэй такая иллюзия возникала, когда вы наносите сыворотку, далее вы наносите крем, вы какое-то время ждете, там, допустим, ну, там 15-20 минут, чтобы все это уселось, распрямилось, и чтобы все это заработало, то в данном случае это не работает. То есть, взята очень хорошая идея от Алэй, который, кстати, исчез по какой-то причине из Литтуаль, но, увы, ах. Я хотела бы, я, сами видите, как бы за свои деньги купила линейку, пусть и с блогерской скидкой, ну, она у всех блогеров есть, но, тем не менее, кстати, вот, да, я хотела потестировать, я хотела потихонечку перебираться на бренды, которые стоят в разы дороже, чем тот же Новосвит, чем та же Чистая Линия, чем та же Бабушка Агафья, в разы, но работает почему-то хуже. То есть, если мне одной бы показалось, то так быстро не появился бы второй персонаж, который сказал, у меня та же самая тема, он остается под ногтями, он не впитывается, он остается кормить ссори подушку, намазывая, нанося, прошу прощения, нанося это на лицо, кормить подушку кремом за тысячу рублей, как-то нерационально. К тому же, вот, что касается сыворотки, она идет с каким-то легким таким фиолетоватым оттенком, она впитывается полностью, то есть, все хорошо. Но далее, следующий шаг должен быть крем. И вот этот шаг не работает, к сожалению. Я не понимаю, кто тестировал эту линейку. Я не понимаю, там дальше пишут, типа, проверено, там, на 15 человеках все хорошо. Извините. Что они едят? Хочется поинтересоваться. Что они едят? И моя знакомая девушка, она, кстати, говорила, что у каждой нации есть свой менталитет, там, питание, проживание в той или иной среде. Но когда вы запускаете продукт на мир, вы должны учитывать гораздо большие факторы. И не тестировать это какой-то узкой группой лиц. Либо это только для девушек с идеальной кожей, которые не носят макияж, которые просто наносят крем и тусуются в этом виде весь день. Не прикасаясь, подчеркиваю, к лицу руками, потому что он будет скатываться. Он будет туда-сюда ездить, он будет скатываться. И когда я первый раз с этим столкнулась, у меня был реальный шок. Ну, далее я просто там пользовала его дома. Можно сказать, что пленка удерживает все это в коже, чтобы не было вот этого пересыхания, да, которое там нас старит. Но, девочки, три ихихи рублей. За что? За что? Я не понимаю. Вся линейка не работает, к сожалению, только вот из-за этого третьего шага. Иначе бы ее можно было бы считать просто идеальной. Потому что крем для век великолепен, сыворотка прекрасный продукт, но крем это что-то с чем-то. Это из рук он плохо. Могу ли я советовать, буду ли брать еще сыворотку и крем для век? Да. Вот этот крем в квадратной банке, к сожалению, нет. Посмотрите внимательно, как он выглядит. запомните и вы вправе делать свои личные выводы. Надеюсь, видео было интересным и полезным. Всем всего хорошего. До новых встреч на моем канале. Я Ольга Швец. Давайте дружить и общаться. Ставьте лайк, если информация была вам полезной. Ставьте дизлайк, если вам не понравилось, то, как я это сделала. Но я не гонюсь за внешней стороной, потому что очень многие блогеры, им помогают осуществлять съемки. То есть даже когда мы в съемках участвуем попарно, либо мы их делаем, либо еще, конечно, разумеется, это интереснее. Но у меня, к сожалению, на это нет в данный момент времени. И канал я завела исключительно для себя, своих близких, знакомых, друзей, родственников. И то, что он пополняется, это прекрасно. Кстати, на Фейсбуке у меня уже 5000 друзей. Вот. Проходите по ссылочке под видео в мои социальные сети. Там много интересного специально для вас. Всем всего хорошего. Пока-пока.